Как только не упражнялись в остроумии пользователи социальных сетей, обсуждая это необычное холодное начало лета, сошлись на том, что оно работает по графику сутки через двое. Июнь 17-го года был на 3 градуса холоднее нормы, а осадков выпало в два раза больше обычного. 125 миллиметров осадков выпало на Самарскую землю. Таких показателей не было здесь с 30-х годов прошлого века. Уровень воды в Волге почти 30 метров и превышает норму больше, чем на метр. Земля в городских садах и на полях в области буквально плывет из-за переувлажнения. Синоптики признают, июнь этого года был аномальный. Самарская область находилась под влиянием атлантических и полярных воздушных масс. К началу июля они отступили, и погода, наконец, порадовала самарцев теплом и солнцем. Даже внучка у меня очень довольна. Весна! Да, весна. Очень хорошо, очень хорошо. Было холодно, сейчас жарко. Да так посмотрим, потому что дожди обещают. Пока только планы за Волгу. Дальше пока ехать куда-то, но при этих дождях как-то не хочется. Начало довольно-таки печальное. Но все равно жизнь налаживается, погода тепла. В Волге уже искупались. Мне не холодно. Вода 17,5 градусов. А в 18 я начинаю купаться каждый год. Так что уже не холодно. Волга тоже не успела нагреться как следует. Обычно к июлю температура воды 20 градусов. Сейчас на 2,5 градуса меньше. По прогнозам синоптиков, погода в середине лета ожидается в пределах нормы. По прогнозам Гидрометцентра России, в июле ожидается температура воздуха в пределах обычных значений. Это в среднем по области 20,5 градусов. И сумма осадков в пределах тоже обычной нормы. 45 миллиметров осадков. Не обойдется и без дождей. Особенно в первые выходные июля. Синоптики шутят, что дожди и грозы – это неотъемлемая часть Гружинского фестиваля, который проходит сейчас в Самарской области. В первые четыре дня июля в некоторых районах обещают грозы и даже град. Сильный ветер. Затем небольшое солнечное затишье на пару дней. И снова вернутся небольшие дожди. Температура будет колебаться от 20 до 29 градусов. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.